Ребята, всем привет! И начинаем мы сегодня наше путешествие на кемпере. Начнём с того, что обычно, обычно, я с кем не говорил, все почему-то думают, что кемпер это как вариант сэкономить. Сэкономить на гостинице, сэкономить на ресторанах и так далее. Мне, честно говоря, сложно сказать, потому что мне кажется, что есть человек, который экономит, и не важно, как этот человек отдыхает, а есть человек, который не экономит. И опять же, не важно, как он отдыхает. Это больше зависит от человека. Если он во главу угла ставит слово экономика, наверное, он будет заниматься экономикой, независимо от видов отдыха. Как по мне, я думаю, и я так рассматриваю, что кемпер, этот дорогой вид отдыха, это примерно как яхта на колёсах. То есть человек, который планирует сплавать на яхте дёшево, потому что ему не надо платить за экскурсии и еду, можно рыбу ловить, я думаю, это немножко смешно. Поэтому, учитывая мой опыт катания на кемперах, это всегда обходилось относительно дорого. Почему я, тем не менее, выбираю этот вид отдыха? Мы многодетная семья, и в нашем случае мне необходима независимость. То есть у меня разноплановые дети, там есть ребёнок шести лет, девяти и семнадцати, и получаются разные интересы. Поэтому, например, у одному ребёнку невозможно проезжать на машине более 300 километров, ему становится некомфортно. Вот, поэтому, разумеется, мне нужен такой вариант, чтобы мы не проезжали больше 300 километров, или у нас была возможность в любой момент остановиться. Например, ребёнок захотел в туалет, вот прямо здесь и сейчас. Например, папа захотел бутылку пива здесь и сейчас. Это как вариант. Следующий момент, мы любим путешествовать разные достопримечательностей. Например, ввиду того, что у нас ребёнок захотел покушать, пописать, ещё какие-то проблемы, устал, мы не попадаем, например, в какой-либо замок. Мы просто приезжаем к этому замку, останавливаемся на ночь, где-то неподалёку в окрестностях, и получается, что мы лицезреем этот замок, в который мы хотели попасть. Мы проживаем какой-то этап жизни в этом замке, рядом с ним, а потом уже заходим к нему более подготовленный. Ещё один интересный вариант. Мы, например, нашли такую сказку эстонского писателя Полботинка «Моховая борода» и их приключения. И там дело в том, что весёлые герои, они взяли кемпер и начали путешествовать. И вот когда они путешествовали на кемпере с детьми, это целая история. Мы берём книжку, как бы читаем и переживаем вместе с событиями, которые происходили среди этих героев. И наше путешествие становится реальное. То есть, ещё раз повторюсь, мы ориентированы в данном случае на детские эмоции. И чтобы у детей их погрузить в сказку, в реалити. То есть, когда ребёнок переезжает, эти многочасовые переезды по 8-9 часов в сутки, такое случается в кемпере, он читает сказку и ждёт следующее событие, развитие следующих событий. Соответственно, мы, взрослые, пытаемся максимально их подготовить. Надо учитывать как бы разноплавность интересов. Например, я хотел бы половить рыбу. Мы едем в отпуск, но какая рыба с детьми? Но, однако, я могу встать в 5 утра, а мы остановились где-нибудь в живописном месте около озера, например. И в 5 утра до 8, пока мы и спят, за 3 часа просто уловиться рыбой. Соответственно, мы любим, например, шашлык. Мы умудряемся в наш кемпер засунуть тандыр походный, мангал. И можем готовить как шашлык, так и тандыр. Соответственно, мы иногда едем и видим живописное озеро, и дети хотят покататься на супах. То есть мы из кемпера тут же достаем супы и катаемся. Подъезжая в горы, мы хотим пролазить максимальное количество гор. У нас маленькие дети. Мы берём автокресло, ну, велосипедные кресла, велосипеды, и на велосипедах отправляемся в горы. То есть у нас есть велосипеды, удочки, мангалы, супы. И это возможность положить сюда всё. Следующий момент, чтобы детям было наиболее комфортно, с нами идут их игрушки. То есть мой ребёнок уже собрал целую коллекцию игрушек, с которыми она едет. И когда она заходит в чужое пространство сюда, здесь, да, безусловно, интересно, но не хватает своего. И поэтому она расставляет своих игрушек. И вот в обществе этих игрушек ребёнок чувствует себя максимально комфортно. Это то, что тебе не даёт самолёт, это то, что тебе не даёт автобусные путешествия и прочие вещи. И вот за эти маленькие плюсики, и, собственно говоря, либо ты доплачиваешь, либо ты в том же сегменте комфорта едешь. Сегодня, в данный момент, уникальная ситуация сложилась так, что в моей стране, где я сейчас нахожусь, 2 евро с копеечками стоит литр топлива. И, казалось бы, путешествовать как бы на кемпере, ну, нелогично. Но мы едем в другие страны, и в других странах стоимость этого же самого топлива составляет евро 40, например. И поэтому здесь уже получается логичная какая-то экономия. Следующий момент, как я говорил, мы полностью нейтральны. То есть, если у тебя заболел зуб там или ещё какие-то проблемы, ты достаёшь сразу аптечку, решаешь эту проблему. Если тебе устал в дороге, останавливаешься прямо здесь и ночуешь здесь, то есть, ты в любой момент можешь прекратить любое событие, и ты решаешь здесь абсолютно всё. Твоя жизнь, твои правила. Вот это то, что тебе даёт кемпер. Это очень удобно. Но теперь есть мысль пробежаться, может быть, по кемперу, просто сделать такую онлайн-экскурсию, почему мы выберли именно эту модель кемпера. Я объясню. У нас 5 человек. 3 ребёнка, 2 взрослых. И мы берём 7-местный кемпер. Для чего мы делаем? Мы это делаем умышленно. Дело в том, что если нас, например, 5 человек, то здесь будет спать один ребёнок, здесь будет спать второй ребёнок. И у нас есть вот такой огромный ольков. Он реально огромный. И здесь мы можем спать вдвоём с маленьким ребёнком. Если ребёнку будет некомфортно, у нас есть вот это замечательное место. Она, разумеется, трансформируется в кровать, и у нас здесь будет спать ребёнок. Но мы говорим про яхту на колёсах и максимальные условия. Поэтому, смотрите, кто-то хочет спать, а кто-то хочет сидеть за компьютером в наушниках и развлекаться. Для этого у нас есть вот это замечательное место. Это место не трансформируется ни при каких условиях. Кемпер рассчитан на семерых, и обычно она трансформируется в кровать на 2 человека плюс. Но в нашем случае это активная зона, которая никогда не трогается. И здесь люди могут работать, отдыхать, сидеть в горизонтальном положении. А все, кто хочет поваляться, в вертикальном положении. Следующий момент, как мы заходим в взрослый ольков. Значит, смотри. В взрослом олькове есть вот такое окошко. Это окошко, оно открывается и может регулироваться. Больше, меньше, среднее. Вот здесь есть фиксатор, оно фиксируется. И, соответственно, мы можем на ночь спать с закрытым окном, потому что здесь пространство, скажем так, небольшое. Когда человек дышит, чтобы он не дышал углекислыми газами. И закрыться, соответственно, от комаров. Видишь? Следующий момент, я не хочу, например, спать, чтобы меня видели. Я могу максимально жалюзью закрыть, оставить небольшой просвет, закрыть его от комаров. И я буду практически закрыт. Я буду дышать, комары ко мне не поступят. Либо закрыть вообще полностью, если, например, я сплю и мне холодно, как вариант. То есть мы закрываемся здесь, закрываемся там. С этой стороны пространства у нас есть огромная полка. На этой полке положить личные вещи. Книжку, часы, мобильный телефон, кому что нравится перед сном. И у каждого есть индивидуальный свой цвет. Это пит, спотовый цвет, свет освещения. То есть он светит лучом. То есть если здесь спят два человека, один читает книжку, ему нужен свет. А второй хочет спать. То луч света не попадает на второго человека. Ну, это очень удобно. Пространство очень огромное. Поскольку я не первый раз путешествую, то мы здесь можем спать с ребенком, с маленьким, посередине. Спим втроем. Если не хотим, то этого не делаем. Спускаемся опять вниз. Это активная зона. То есть здесь у нас получается, что детки, когда едут, у них есть ремни безопасности. Идиотизм, который многие думают, что я буду ехать и в это время буду спать, он допустим в одном случае, когда бухие мужики едут на рыбалку. Когда мы в Норвегию поедем на рыбалку с мужиками, мы так и будем делать. Когда ты индивидуально принимаешь за свою жизнь, как бы, ответственность, когда водитель не несет за тебя ответственность, да, никаких проблем в этом нет. Ты можешь пьяный завалиться здесь и развлекаться, как хочешь. Это мое мнение, кроме заднего. Потому что при любой аварии человек, который лежит наверху, при любом столкновении, он останется невредим. Но человек, который будет спать в задней части, в него въедет более, ну, серьезное транспортное средство, это будет большой проблемой, то есть смертельной. Поэтому используем только верхнюю часть для сна, если приспичило, но я не рекомендую. Итак, все дети у нас будут пристегнуты. А дети, которые меньше 7 лет, они еще и дополнительно в автокресле. И они, к сожалению, будут закреплены здесь. Во-первых, это близость к маме. Раз. Во-вторых, это обзор всеми членами семьи за более слабым, за более маленьким ребенком. Итак, количество шкафчиков. Здесь есть специальные блокираторы, которые во время движения не позволят вам открыться. То есть вот так выглядит этот специальный блокиратор. И каждая полка обладает еще таким 5-сантиметровым мостиком. Есть внутренние ограничения, которые не позволяют тому, что ты положил, болтаться слева направо и не позволяют выпасть. А также они всегда зафиксированы. Есть мини-полка. Она тоже с маленьким ребрышком. Но это мини-полка. Либо для того, чтобы засунуть маечку, кепочку, мобильный телефончик, какую-то маленькую вещь. Такие же мини-полки есть у водительского части и у пассажира, и у самого водителя. Что очень приятно. Они также идут по всему салону. Это прикольно. В этих местах мы можем видеть подсветочку. Вот сюда мы нажимаем. Ага, давайте включим подсветку. Включаем подсветку. Так будет, наверное, даже как-то романтичнее. Так, что у нас еще здесь осталось включить? Вот эту часть и вот эту часть. То есть у каждого, кто сидит, есть свой индивидуальный цвет. То есть он может быть направленный. Видите, мы его можем направлять. И он может быть включаться и выключаться. То есть каждый человек, который сидит, например, здесь, он может направить себе личный цвет и включить. Это, как правило, для чтения книги. И есть такой общий в светлых тонах цвет, который просто позволяет создать атмосферу внутри. В основном это в ночное время. Сейчас что мы можем видеть? Я сейчас снимаю и пошел дождь. Слышите? Так вот, одно из преимуществ во время путешествий, когда нас застал дождь, мы можем прийти сюда. У нас здесь есть контроллер. Он нам позволяет... Вот эта штуковина. Я не буду просто ей сейчас играться. Но я нажимаю. У нас здесь система охлаждения. Я нажимаю. У нас система подогрева пола. У нас идет теплый пол. Если мы, например, пошли в горы, промерзли, мы включаем в себе электрочайник, пьем горячий чай, да, и включаем теплый пол и греемся здесь. Мимо того, что мы греемся, теплый пол позволяет равномерно поднимать тепло, и он также подсушивает одежду. Ну, насколько это возможно, это понятно. Но, тем не менее, эта опция есть. Дальше. Здесь прикольная такая кассета. Эта штука нам нужна для выхода. Мы выходим на улицу и делаем такую защитную сетку от комаров. Потому что в отдельной части алькова у нас есть место багажное, где есть столы, стулья, ну и прочие принадлежности. Итак, у нас есть система управления. Система управления нам позволяет посмотреть, что происходит. Здесь я смотрю. Это аккумулятор, который отвечает за жизнедеятельность в салоне. Это аккумулятор, который говорит за то, что происходит внутри машины. То есть, если мы подолгу будем стоять где-то в горах, без зарядки, без альтернативного питания, мы должны понимать, что с нами происходит. Здесь я из салона могу включить подсветку вокруг машины. То есть, когда мы на улице будем сидеть, чтобы у нас в округе освещалось всё. Я мог видеть в окно, кто ко мне приближается. Следующий момент у нас есть романтическая подсветка верхняя. Она не бьёт в глаза, и она разрешает такую интересную вещь, когда ты с детьми, например, спишь, и ребёнок не в своём пространстве. Нельзя полностью выключить свет и идти спать. Ему может быть некомфортно, страшно. И при этой подсветке можно спокойно спать. Она не лупит в глаза, она еле освещает, она фоновая. И получается, что ребёнок засыпает, а когда он просыпается, он может сориентироваться в пространстве и сходить легко в туалет. Поэтому движемся сейчас в туалет. Заходим в туалет. Туалет у нас очень интересный. У нас есть вот такая раковина. У нас есть полочка, где мы можем закинуть абсолютно всё, что нам нужно. Туалетную бумагу, шампуни, в общем, всё, что мы любим. Есть также дополнительная полка для средств, которые нам могут пригодиться для уборки туалета. Есть неблохая раковина. Есть шикарное зеркало. Видим зеркало? Да? Есть место для полотенцев. Есть место для туалета. Есть место для душа. И в душевой ещё отдельное место для каждого члена семьи для кондиционера, шампунь, мочалок и подсветка внутри. Я вам скажу, что я метр восемьдесят шесть. И плечи этого мужика здоровые. Мне комфортно. Ну, чего уж там говорить. Следующий интересный момент. У нас есть гардеробная. Там, где мы можем загрузить довольно большую загрузку всех своих вещей. Здесь есть дополнительные подушки. Мы их уберём, потому что у нас пять человек. И здесь будет много тяжёлых курток, обуви. И поскольку мы будем ходить в горы, у нас должна быть трекинговая обувь, у нас должны быть тапочки, у нас должна быть комфортная обувь на каждый день. Итого пять человек, три пары обуви, пятнадцать пары обуви. Для максимального комфорта с одеждой то же самое. Тёплая одежда, прохладная одежда, одежда, которая не замочится, потому что мы будем отдыхать и в пещерах, и в горах, и в водной экскурсии и так далее. Надо учитывать абсолютно всё. Всё, движемся дальше. Итак, заходим сюда. Что мне здесь нравится, есть зеркало в пол. Я могу просто посмотреть на себя, какой я красавчик, например. Мне недавно удалили зубы, так что мне есть на что смотреть. Итак, это кассета для продуктов питания. Сюда можно закинуть, это примерно 60 на 60, 2 куба. Ну, я не знаю, сколько сюда влезть еды. Тут примерно на месяц жизнеобеспечения. Да, можно придираться, что морозильная камера не очень большая, если честно, для пятерых. Но если запасы еды пополняют раз в два дня, она вполне себе ничего. Итак, заходим вот в это замечательное пространство. Здесь, если честно, есть только подсветка. То есть мы включаем здесь подсветку. С этой стороны у нас есть шторка. И здесь у ребенка пространство будет. Но я вам скажу, это место для полноценного здорового мужика. А если и приспичить для пары. Здесь может быть не очень комфортно. Можно спать вдвоем. Итого, в задней загрузке. Если уж так жизнь заставила, приспичила, высыпаетесь в четыре человека. Но мы говорим о максимальном комфорте. Мы говорим о яхте на колесах. Поэтому здесь будет спать один ребенок. И если честно, то маленькие дети говорят, я не хочу здесь спать один. Мы хотим здесь спать вдвоем или втроем. И мы едем с нашими друзьями. И вполне возможно, что в этих пространствах будет спать два-три ребенка. И мы это говорим про одну кровать. Вот такая замечательная кровать. Она тоже изолируется. Тоже сетка от комаров. Тоже открывание окна и все что угодно. Вот. Пространство, как я вам скажу, довольно большое. Такие кровати две. Верхняя и нижняя. Спускаемся в нижнюю кровать. И можем видеть, что она почти такая же. Но неудобство этой части состоит в том, что вид. Видите, вот этот вид, он очень неприятный. Был бы это индивидуально мой кемпер. Я бы, конечно, здесь бы еще натянул бы какую-то ткань. Мне это не очень нравится. И неприятно вот этот момент. То, что это выход на улицу. Такая дверь. Здесь тоже требуется затянуть какую-то тканью для более максимального комфорта. Также здесь омрачается вид из окна. То, что это вид на наши велосипеды. Но это может быть не очень комфортно. Поэтому внизу, скажем так, ощущение комфорта, они немножко меньше. Немножко меньше. Но, тем не менее, они есть. Следующий интересный момент. То, что мы отсюда можем попасть внутрь нашего хранилища. То есть под этой кроватью находится место для хранения. Место для хранения. Она у нас сейчас не заполнена. А на улице идет дождь. Мне лениво выходить. Я вам расскажу. Она примерно вот такое же самое место, как здесь. То есть, если мы убираем одну кровать, мы можем засунуть сюда мотоцикл, байк, 4 велосипеда. Но мы умышленно этого не делаем. Мы выбираем комфорт. И поэтому у нас там внизу будет тандыр, мангал, стол, стулья, удочки, супы. И какие-то вещи, может быть, сувениры, которые мы приобретем на дороге. Поэтому место хранения находится здесь. Открывается место хранения этой двери. Видите, полдвери это кровать. Полдвери это хранение снизу. И мы можем брать оттуда абсолютно любые вещи, которые нам необходимы. Загрузка холодильника я уже показывал. Следующий момент. Эти полки для продуктов, они не все. Есть еще нижние полки. И посмотрите, это целая кассета. Но вы сами понимаете, что это уже не продукты. Это сковородки, ложки, вилки, стаканчики, винный погребочек. Папе удалили зубы, я говорил. Не будем употреблять алкоголь в этот раз. Но он тоже здесь в легких дозах допустим. Теперь кухонная столешка. Она какая? У нас кухонная столешка, на которой мы можем работать. То есть, ну, все что угодно готовить. Потом, когда мы все что угодно уже приготовили, мы открываем ее. Это место для того, чтобы сюда жирок брызгал, искапливался вот здесь. И здесь у нас три конфорки. Полноценные три конфорки для того, чтобы готовить. Ну, я не любитель готовить. Мама у нас тоже не очень-то любит готовить в таких условиях, если честно. И, конечно, женщине, может быть, здесь будет не очень комфортно. Если у тебя полноценная семья в пять человек, то приготовить на этом, конечно, надо постараться. Но мы в путешествии, понимаете, мы можем брать полуфабрикаты, засовывать их и здесь подогревать. И полуфабрикат другой стороны – это экзотическая кухня. Правда же? Это будет интересно. Итак, у нас здесь есть кранчик, помыть руки. Здесь есть розеточка. Вот, если честно, розеточка желательно несколько, потому что поставить электрочайник и пять человек в современных условиях – это сколько мобильных телефонов? Все-таки это проблема, да? Полотенчик, чтобы вытереть руки. Ну и, в принципе, мы здесь обзор закончили. Теперь мы вернем, наверное, место водителя. Так вот, место водителя, я вам скажу, оно очень комфортное. Почему? Потому что у меня рабочая машина точно такая же. Ну вот, и я вам скажу, что она просто шикарная. Значит, смотри, когда я сижу здесь, у меня настолько великолепный обзор. Такое ощущение, что я водитель фуры. То есть я водитель, который едет на фуре. У меня большая высадка зеркал. То есть зеркала у нас, смотри, как высажены. Вот, и получается, что при такой большой высадке я отлично вижу то, что у меня с боков. Я великолепно контролирую дорогу. Я очень высоко сижу. Высота нашего кемпера 3 метра 10 сантиметров. Дальше. Здесь у меня есть камера заднего вида. То есть я могу обзирать абсолютно свою машину со всех сторон. То, что я не вижу зеркалами, я вижу в электронике. Следующий интерес. По пути, который мне не мешает, а помогает работать. Это вот эта хреновинка, видишь? Вот она. То есть чем она интересна? У нас прищепка. Я могу здесь поставить, как любой из гаджетов, да? То есть здесь будет любой гаджет, любой планшет, любая карта, все что угодно. И когда я на дороге, у меня очень комфортно смотреть сюда, для того, чтобы опланировать свой маршрут. Я вижу камеру сбоку, сзади. Я вижу маршрут впереди. Точка обзора великолепная. Теперь вниз, для того, чтобы поставить буртиброд. Первое кофе, второе кофе. Заряжать планшет в этой части можно. Видно, да? Итак, буртибродик сюда. Тот, что мы на бензоколоночках покупаем. Кофе одно, кофе второе. Зарядка планшета. Мало того, кофе третье, если понадобится, выносное. Дальше. Две зарядки. То есть ты можешь зарядить сразу два телефона. Огромная ниша для телефонов, гаджетов, там, всего чего угодно. Мини-бардачок. Сверху бардачок. Ну, пожалуй, и все. Следующая фишка, которую вообще, вот я ценю, не знаю, как ты это ценишь. Это вот этот подлокотничек. Я его опускаю. И у меня таких подлокотничек два. Под левой рукой, под правой. Итак, у меня рука, плечо и локоть 90 градусов. У меня здесь рука и локоть 90 градусов. У меня регулировка сидения 90 градусов. Поскольку я бывалый путешественник, и я путешествовал вот на такой технике 50 тысяч километров. Один маршрут, да, был. И вот я тебе скажу следующее. Я четко знаю, что в этом транспорте усталость у водителя на 900-м километре. То есть 900 километров я могу проходить в день и наслаждаться. То есть я наслаждаюсь пейзажами, атмосферой. Я путешествую, я не устаю. Для водителя в путешествии это не работа, а полноценный отдых в этом кемпере. И вот после 900-го километра где-то начинает усталость. Я ездил на маршруты, скажем так, в представительских классах машины. И там усталость у меня была где-то на 400-м, 600-м километре. То есть здесь, я утверждаю, что гораздо комфортнее, чем в любой машине представительского класса. И я объясню почему. Энергономика тела. Твое тело здесь находится в таком состоянии, что у тебя и спина к ноге 90 градусов, и рука 90 градусов. И ты себя полноценно можешь чувствовать. Дальше ты можешь расслабиться, принять положение на 30 градусов. Можешь взять в бок, можешь потянуть руку, можешь сделать что угодно. И ты в движении абсолютно нейтрален. Опять же не забывай о том, что эта машина, ей всего-навсего 2 года, и в ней куча всяких приборов. Если мы посмотрим на лампочки, детекторы, датчики, я в это не хочу углубляться. Это понятно, что любая машина после 2000 года, она обладает просто всем для максимального комфорта. Всем. У меня здесь есть и система подрульки, и круиз-контроль, и все что угодно. Я просто наставляю, например, по Франции, когда идем, долина Лауры, там в районе что-то 1200 километров, в прямой дороге, если я не ошибаюсь, насколько я помню по памяти. Так вот, я круиз-контроль выставил, у меня машина идет на 140, и я просто развлекаюсь. Но, что надо понимать, самые большие проблемы тех, кто взял кемпер, это движение задом. Ты не чувствуешь своих габаритов, тебе очень трудно входить в туннели, в мосты, движение задом. И поэтому первое, я бы рекомендовал дня три, не расслабляться. Пускай ваша вторая половинка выйдет, но это не стыдно. И когда вы заходите в туннель, проконтролируют. Да, ты видишь, у тебя 3 метра 10 высота, и туннель 3,10, он вроде бы входит. Но ты должен понимать, что уровень дороги может быть разный, твоя машина длинная. Если 3,10 у тебя в начале, то там в конце может быть 3,20. И если там какой-то тарабарец не учел это, это же не его проблема. Он тебе выставил 3,10, ты смотришь 3,10. Но не факт. Тебе может не хватить 10 сантиметров, и ты испортишь себе ощущение от отдыха. Поэтому, если у тебя мало опыта, пожалуйста, при входе в туннель, пускай кто-то выйдет и посмотрит. Либо поставь дополнительно себе дополнительную камеру на крышу. Это очень легко делается, но там стоит в районе 70 евро. Перед поездкой я бы заморочился, если честно. Следующий момент, когда ты двигаешься взад. Да, у тебя есть камера заднего вида, и ты вроде бы все понимаешь. Но камера заднего вида, она берет с какого-то ракурса. Она может быть выше 30 сантиметров не берет. И ты не видишь какую-то ветку и еще что-то. Поскольку это яхта представительского класса, и когда ты эту арендованную машину будешь сдавать, ты должен понимать, что за каждую микротрещинку с тебя спросят. Когда ты сюда внутрь заходишь, здесь ни запаха, ни грязи, ни поцарапанности, ни зашарканности, ничего нет. Я получаю ощущение абсолютно новой машины. Я оплачу за комфорт. И когда я эту машину буду отдавать тем парням, которым я взял в аренду, они будут мне требовать то же самое. Поэтому ты должен понимать, что машина нигде не должна быть задета. Очень внимательно велосипеды. Мы ставим назад велосипеды, и, как правило, прижимают к кемперу, и когда ты 3-4-5 дней проешь, там педаль или руль от велосипеда, она царапает кемпер. Например, есть специальные ограничители, они отдельно в машине. Мало кто ими пользуется, но лучше ими воспользоваться, либо подложить какой-то пенопласт и за этим поглядывать. Следующий момент, мы боимся, что нас украдут велосипеды, и мы их дополнительно проматываем цепью, ставим жесткие замки, стяжки, окей. Но при движении эти цепи, они поцарапают вам велосипеды, и, может быть, часть кемпера. Поэтому, когда мы проматываем кемпером, цепями, у тебя должны быть либо дополнительные стяжки, либо скотч, который не даст возможность трения. Ну, из основных, то, что я сказал, пожалуй, все. Других новостей тут не будет. Легкий обзор кемпера мы сделали. Вводный инструктаж мы... Тут все продумано от слова комфорт. Это, конечно, не американец, это европеец. Он более скромный, более сдержанный. Но, тем не менее, смотрим вот в эту часть. Это водительская часть. И здесь переворачиваются сидения. Вот в этой части. Вот эти шторки. Можем их видеть по кругу. Вот они. Да? Видим? Вот они, шторочки. Шторкой закрывается эта часть. И у тебя получается, что... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь посадочных мест. То есть, к вам в гости, мы же едем тоже компаниями, могут прийти еще плюс два человека. Но они могут прийти с детьми. Помните, что вот в этой части здесь могут до три ребенка играть. Три ребенка играть здесь может. А двое могут прийти к вам попить вина или пиво, развернув эти кресла и увеличив еще примерно на два с половиной квадратных метра это помещение. Да, говори. Здесь есть три. Что-что? Сейчас мне предлагают залезть на кровать. Мы как раз знаешь, про что говорим. Пора говорим про детские ощущения. А ребенок чувствует себя некомфортно здесь. Вот шестилетний ребенок. Тебе комфортно здесь? Ну да. Тут круто окно на кровати. Это как? Окно с кровати. А, сейчас я покажу, что она имеет в виду. Ну, кстати, я про это говорил. То есть, вот это, по-твоему, круто? Ну, то есть, сейчас вид из окна, допустим, наш дом. А мы же поедем, например, в Диснейленд, да? Ну, это интересно, как они сделали. Тут кровать, и прямо с кровати растет окно. А, ну, такие вещи не обратил внимания. На самом деле, это как французские окна. Это же ценно в здании, да? И они еще открывают. А здесь прямо вровень с кровати у тебя окно. И когда ты здесь лежишь, на самом деле, обзорная планка очень высокая. Это от комаров. Что еще детские глаза здесь видят то, что не видят взрослые? Ты мне расскажи. Вот какое здесь самое любимое место в этой машине сейчас твое? Вот самое любимое. Это кровать. Кровать? Ну, мне интересно, как они сделали пластмассовку мягкой. Ага. То есть ты говоришь о том, что тактильные ощущения, ну, ребенок нежное создание, и тактильные ощущения отделочных материалов здесь действительно высоко. Но я как мужик не обращаю на это внимание. Ой, тут твердо, мягко, твердо, мягко. Ага. Это ты прямо чувствуешь, да? Угу. О, а тут надо будет принести подушки, и тут ложится. И если, например, ты будешь читать книгу, то сможешь включить свет, и так сесть и читать. Согласен. А что касаемо туалета, например, как тебе здесь туалет? Ну, интересно, потому что там мало места, а душ и туалет в одном месте. И это что, хорошо или плохо? Хорошо. А если тебе надо в туалет, а еще и в душ. А, сразу. Там и туалет, и душ. Понятно. А если твои братья и сестры будут в той части, удобно? Они же далеко от тебя. Так я, и так, так я смогу с ними говорить там. А как спускаться вообще по лестнице? Ребенку здесь удобно или нет? Ну да. Ну-ка, покажи как. Раз, два, один, четыре, пять. Ага. То есть удобно, да? Угу. Понятно. Стол. Что со столом? Удобно? Ага. Тут можно играть в настольные игры, играть в телефоны игры. Или смотреть в окно. Папа, а у тебя там родододрон распустился? Да, да, да. Вот этот синенький родододрон, моя гордость. Вон он, вон он, вон он. Вон он. Большая редкость. Да, распустился как раз вот. У тебя еще там два за верандой. Да, но мы сейчас про кемпер говорим. Потом про мои родододроны, да? Угу. То есть круто. Угу. Что еще ты хочешь показать здесь из обзора? Что тут все? Сетка? А, здесь есть сеточка на двери. Да, я тоже почему-то не обратил внимания на это. Сетку задвигаем. Да, действительно. Здесь прикольно в том, что у тебя может быть открытая дверь, и при этом она с сеточкой. Никто не залетит. Да, это очень удобно, соглашусь с тобой. Крупу будем. Макарошки твои любимые, да? Угу. О! То же самое. Самое верхнее. Тут есть двойные кровати. Да. Классно? Угу. Ставим лайки. Да? Угу. Получили. Угу. Итак, мы где берем кемпер, у кого мы берем, поскольку мы берем только проверенные кемперы, только в идеальных местах. Обращайтесь, если вы действительно семья и хотите сделать путешествие, то, во-первых, по нашим видеороликам вы можете воспользоваться нашими путешествиями. Во-вторых, мы, конечно же, вас соединим с этим замечательным парнем, и он вам предоставит кемпер. Изначально точка отправки Латвия. Ну, это может быть либо Литва, либо Латвия. Но мы из Прибалтики движемся по Европе. Поэтому, если вы где-нибудь там на Дальнем Востоке, у нас отличный хаб в Риге. Можно приземлиться на самолете в Риге. Взять кемпер здесь и отправиться по Европе. Ну, а нужно оно вам или нет, это уже в следующих роликах. С легким обзором был Владимир. Всем пока.